В этом году Библионочь посвящена Году народного единства в России. И поэтому мы подготовили несколько площадок, представим несколько национальностей. Это русская, хакасская, тувинская, татарская и немецкая национальности. Каждый посетитель нашей Библионочи может найти для себя что-то интересное. И я думаю, не уйдет, неудовлетворенный. Этот вечер все любители книг провели в Абаканской библиотеке «Ровесник». Сегодня тут можно прочитать любимую поэзию на открытом микрофоне или проверить свои знания в русских сказках. А также обменяться любимыми книгами или отведать чай с баранками в Библиотчайной. На разных площадках читателей ждет более 10 мастер-классов от представителей народов России. И даже традиционные угощения. Хочешь отведать – реши задачку или отгадай загадку. На этой площадке представлены блюда татарской национальной кухни. Ребята могут подойти, угадать слово «перевертыш» по вот таким вот подсказкам и в ответ получить вкуснейший чак-чак. Ну, например, шурпа. Шурпа, правильно. Спасибо большое. Приятного аппетита. Спасибо. Главная тема этого года – традиции народов России. В ровеснике Библионочь прошла под лозунгом «Единство в многообразии». Например, на площадке «Славянский калейдоскоп» читатели погружаются в мир русской народной сказки и обрядовых игр, а также угощаются вкуснейшими блинами и чаем. А на площадке, посвященной хакасским традициям, посетители проверяют себя на знания обычаев, памятников, сказок и поговорок. Остановка «Сундучок госпожи Метелицы» познакомит зрителей с немецкой культурой, а путешествие к центру Азии дало посетителям возможность поближе узнать обычаи народов республики Тыва. Наша площадка «Библионочь» посвящена Тувинскому национальному народу. На нашей площадке представлены различные обряды, представлена выставка, посвященная быту и традициям Тувинского народа, также различные национальные игры и, естественно, культура, и быт, пословицы и многое другое. Одновременно с мастер-классами читатели могут насладиться прекрасной концертной программой от ансамбля «Топор» или на несколько минут стать актерами кукольного театра. «Это горшочек каша». На площадке, посвященной обычаям славянского народа, любой желающий может сделать для себя оберег. Под профессиональным руководством мастерицы кусочек ткани ловко превращается в полноценную куколку, в которую каждый человек вкладывает свое значение. «Сейчас я пытаюсь сделать для себя куколку-оберег. Ее раньше использовали для того, чтобы защитить новорожденного малыша от злых духов». Традиции всех народов России изучить невозможно, но стремиться к этому надо. Ведь, как гласит лозунг «Эта библия ночи» – наше единство в многообразии. Ксения Рехлова, Александр Кожевников. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова